В нескольких тысячах световых лет от Земли расположен пылающий огненный ад. Поверхность небольшой звезды раскалена настолько, что ее жар испепеляет любые небесные тела в прилегающей части космоса. Она пылает так яростно, что едва сохраняет форму и скоро взорвется в невероятной вспышке. Подобных объектов открыто так мало, что их можно пересчитать по пальцам. Уникальное и опасное. WR-102. Самая горячая звезда во Вселенной. Космо. Первый космический. Недра любой звезды раскалены до невообразимо высоких температур. Неудивительно, ведь только при таких условиях может происходить термоядерный синтез, основной источник энергии для всех звезд. Слияние двух атомов водорода приводит к образованию атома гелия, испусканию электрона и нескольких нейтрина, а также выделению огромного количества энергии. Однако водородно-гелиевый синтез – не единственный процесс нагревающей звезды. При более высоких температурах в реакциях могут участвовать литий, углерод или кислород. В этом случае образуются ядра тяжелых элементов, таких как сера, магний или фосфор. Они имеют более высокий заряд и сильнее отталкиваются друг от друга. Чтобы преодолеть это сопротивление, требуется гораздо больше энергии. Когда звезда главной последовательности сжигает большую часть своего водородного запаса, то начинает расширяться и остывать, превращаясь в красного гиганта. Его горение какое-то время поддерживается термоядерными реакциями преобразования гелия в углерод и кислород. Но чем легче светило, тем меньше это время. В конце концов, звезда становится нестабильной и сбрасывает внешние оболочки, превращаясь в сверхновую. А на ее месте остается белый карлик. В нем больше нет топлива для термоядерной реакции, и без источника энергии он вынужден постепенно остывать. Однако, если масса светила выше определенного предела, тяжелый термоядерный синтез может стать основным источником энергии даже после того, как весь водород закончится. Такие небесные тела называют звездами Вольфа Рае. Этот класс космических объектов был открыт еще в 1867 году французскими астрономами Шарлем Вольфом и Жоржем Рае. Внимание ученых привлекли аномально яркие эмиссионные линии тяжелых элементов в спектре. Внутреннее же строение этих необычных небесных тел было объяснено намного позже. В основном, звезды данного класса представляют собой тяжелые и бедные водородом светила на финальной стадии эволюции. Звезды Вольфа Рае очень редкие. В нашей галактике открыто всего несколько сотен таких светил. Предполагается, что Млечный Путь содержит не более двух тысяч небесных тел этого класса. Звезды Вольфа Рае делят на три основных последовательности в соответствии с самым ярким элементом спектра – азотную, углеродную и кислородную. Каждая из них, в свою очередь, подразделяется на несколько типов. Именно к кислородной последовательности относится самая горячая звезда в изученной Вселенной. Небесное тело, известное сейчас как WR-102, было обнаружено еще в 1971 году. Сперва его приняли за оптический аналог рентгеновского источника GX3+,1. Дальнейшие наблюдения показали, что это абсолютно разные объекты. Согласно данным спектрального анализа, обнаруженное светило отличалось необычайно яркими линиями кислорода в спектре излучения. И в 1982 году WR-102, наряду с четырьмя другими яркими звездами, стало образцом для создания нового класса. Исследования из спектра показывают, что температура поверхности звезды превышает 210 тысяч кельвинов. Таким образом, WR-102 примерно в 36 раз горячее Солнце. Светимость столь раскаленного объекта невероятна. Согласно расчетам, она превышает Солнечную в 380 тысяч раз. Расстояние до WR-102 составляет около 10 тысяч световых лет. Объект расположен на участке неба, который относится к созвездию Стрельца. Однако невооруженным глазом заметить его невозможно. Несмотря на огромную светимость, звезда находится слишком далеко. В настоящее время WR-102 относится к невероятно редкому звездному классу WO-2. В ее составе очень много кислорода и почти нет водорода. Слияние тяжелых ядер таких элементов, как неон, углерод и кислород, является основным источником энергии. На данный момент обнаружено всего 9 подобных объектов, из них 4 находятся в Млечном Пути, а еще 5 в иных галактиках. Редкость звезд кислородной последовательности обусловлена двумя факторами. Во-первых, звезд Вольфо-Рае очень мало, ведь ими становится светило массой не менее 40 солнечных. Во-вторых, данный класс является финальной стадией эволюции звезд этого типа. Этот этап длится от 1 до 10 тысяч лет, секунды по космическим меркам. WR-102 – небольшая, но плотная звезда. Ее радиус составляет всего 58% от солнечного, а масса определена в пределах от 15 до 18 масс Солнца. Предполагается, что в момент образования она имела массу от 40 до 60 Солнечных. Однако высокая температура и бурные реакции в недрах звезды вызывают невероятно мощный звездный ветер, скорость частиц которого превышает 5000 км в секунду. В течение нескольких месяцев за счет звездного ветра WR-102 теряет количество вещества, соответствующие массе Земли. При такой интенсивности испускания частиц за 10 тысяч лет звезда потеряет столько же вещества, сколько весит Солнце. WR-102 не имеет планет, но окружена неплотной газовой оболочкой. Мощное ультрафиолетовое излучение и сильный звездный ветер сжимают и ионизируют ее, образуя сложную систему протуберанцев и арок, окружающих светила. Согласно одной теории, газовая туманность вокруг WR-102 может быть остатками водородной внешней оболочки звезды. Другое предположение заключается в том, что туманность появилась благодаря потоку частиц, испускаемых звездой. WR-102 не единственное запредельно жаркое место во Вселенной. Например, звезды WR-142, WR-30A и WR-93B, а также центральная звезда туманности Жука NGC 6302 раскалены примерно до 200 тысяч кельвинов. Примерно такую же температуру поверхности могут иметь некоторые белые карлики. Однако никто из них не сравнится с нейтронными звездами. В момент их рождения температура может достигать 100 миллиардов кельвинов. Активное излучение нейтрино очень быстро охлаждает их, но температура поверхности любой нейтронной звезды составляет не меньше нескольких сотен тысяч кельвинов. При этом ядро, очевидно, еще горячее. Тем не менее, абсолютный рекорд температуры вряд ли когда-нибудь будет достигнут. Согласно современным космологическим представлениям, в момент гипотетического большого взрыва температура Вселенной составляла примерно 1,4 умноженное на 10 в 32 степени кельвинов. Эта величина является фундаментальной физической постоянной и называется планковской температурой. Современная физика не способна описать вещество большей температуры, ведь в таких невероятных условиях физические законы искажаются до неузнаваемости. Согласно имеющимся данным об эволюции звезд, WR-102 находится в конце своего жизненного пути. В отличие от светил главной последовательности, звезды Вольфа-Рае не расширяются на финальных стадиях эволюции. Высокая масса удерживает вещество светило сжатым в плотный и горячий шар. Однако большие потери массы за счет звездного ветра в конце концов дестабилизируют звезду. Если расчеты верны, то WR-102 превратится в сверхновую в течение ближайших полутора тысяч лет. Если вспомнить, что расстояние между звездой и Землей составляет 10 тысяч световых лет, высокая вероятность того, что это событие уже произошло. Взрыв сверхновой будет сопровождаться гамма-всплеском невероятной мощи. К счастью, наша планета слишком далеко, чтобы этот губительный выброс представлял для нее угрозу. WR-102 состоит из довольно тяжелых элементов вплоть до железа. Дальнейшая эволюция потребует крайне сильного сжатия. Мощнейший взрыв, который завершит жизненный путь звезды, приведет к бурным процессам протонного и нейтронного захвата. Так образуются еще более тяжелые элементы вплоть до трансурановых. В конечном итоге на месте WR-102 останется нейтронная звезда, невероятно горячее и запредельно плотное небесное тело. Внешние оболочки бывшей звезды, сброшенные взрывом, образуют туманность. Она будет медленно остывать, отдавая накопленное тепло в окружающее пространство. Много миллиардов лет спустя это вещество может образовать новую планетную систему. Так происходит масштабная эволюция Вселенной. Взрывы сверхновых освобождают запасы новых элементов, позволяя появиться на свет планетам, астероидам и кометам. Эти космические тела образуют сложные системы, связанные гравитацией. Элементы, составляющие их, вступают друг с другом в химические реакции, образуя бесконечное многообразие соединений. Это и делает процесс познания Вселенной бесконечным. Субтитры создавал DimaTorzok